Дай почитать. Второй нескончаемой серией из более 30 книг является «Сиамский кот Као Ко Кун» в просторечии «Коко». Автор этого очаровательного чтива – американская журналистка и писательница, прожившая без малого 100 лет, Лиллиан Джексон Браун. В два года она сочинила стишок в честь рождения матери, а дальше ее писательский талант креп и рос, но как-то в одном только трагическом ключе. Взволнованные родственники всячески пытались настроить будущую писательницу на веселый или романтический лад, но все не ладилось. Но где же она себе заявила? Начала делать спортивные обзоры. Журналистика стала ее призванием. Она работала в рекламе, была колумнистом, более 30 лет редактором Detroit Free Press. В середине 1960-х годов Браун – успешная рекламщица, замужняя дама, владелица прекрасной квартиры в элитном высотном доме и хозяйка «Сиамца Коко». Но трагическая случайность и любимый, все понимающий кот погиб, выпав из окна. Лиллиан Браун была близка к помешательству, восприняв смерть питомца как трагедию. Спасла ее литература. Она написала рассказ от имени кота, его опубликовали и заказали продолжение. Так появились кот, который читал справа налево, кот, который играл в слова, кот, который знал Шекспира, кот, который слушал Брамса и многие другие. Правда, в этой катавасии был перерыв 18 лет. Кстати, все книги серии имеют одно и то же посвящение – моему мужу, который. В детективе кот, который читал справа налево, все и начинается. Джим Квиллер, бывший журналист криминальной хроники, начинает от безысходности работать в газете «Дневной прибой» в рубрике «Искусствоведение». Сначала незнакомый прежде мир художников, критиков, коллекционеров, скульпторов, владельцев галерей кажется Квиллеру симпатичным. Но люди начинают умирать, и он вынужден реанимировать прежние навыки журналиста-детектива. Тем более он теперь не один. У него в компаньонах роскошный умница-сиамец Као Кокун, принадлежащий ранее, теперь уже убитому домовладельцу. Не сомневайтесь, эта парочка расследует самое нерасследуемое, позабавит самых серьезных и очарует самых неочаровывающихся. Лилиан Джексон Браун, кот, который читал справа налево. До новых встреч. Дай почитать.